Привет всем гостям и подписчикам моего канала Медуза Чайна Гаджет, меня зовут Сергей Пономаренко, а у меня в руках самая дешевая модель компании Blackview, Blackview A52. В ней немного памяти, бюджетный процессор, но и купить на старте продаж его можно было всего за 70 долларов. Кого заинтересует этот бюджетник, ссылка есть в описании. Естественно, телефон звезд с неба не хватает, он предназначен для самых базовых задач. Начнем видео с того, что посмотрим комплектацию этой модели. Blackview A52 поставляется в плотной коробке, несмотря на свой ценник. В комплекте по традиции есть кабель для зарядки, блок питания, скрепка и силиконовый бампер для защиты. Также из коробки на телефоне уже наклеена защитная пленка. Несмотря на небольшую цену, дизайн по-моему у телефончика очень даже стильный. Да, не самобытный, он очень похож на Redmi Note 11e, но все же дизайн современный. Кстати, обзор на Redmi Note 11e также есть у меня на канале. Корпус телефона сделан из пластика, на нем приятная рифленая текстура, которая не позволяет отпечаткам пальцев оставаться на телефоне, ну и от царапин эта текстура тоже защищает. Телефон достаточно тонкий, удобно лежит в руке даже без силиконового чехла. На задней части расположен блок с камерой и вспышкой. Верхняя грань полностью глухая. На нижней грани основной динамик, USB Type-C разъем для зарядки, разговорный микрофон и разъем для наушников 3,5 мм. Справа качелька громкости и кнопка включения, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. На левой грани комбинированный слот под 2 сим-карты, либо 1 сим-карту и microSD флешку. Blackview A52 получил экран диагональю 6,5 дюймов. Это IPS матрица HD+, разрешение 1600х720 пикселей. Конечно же никаких 90 и 120 Гц здесь разговаривать не приходится, здесь обычный 60 Гц. Хорошая отзывчивость, хорошая яркость экрана, сочность, насыщенность, все это в порядке. Для супербюджетника экран более чем отличный. Также картинка под углами смотрится хорошо, без каких-либо выгораний, инверсий цвета. На передней части, помимо самого дисплея, расположена фронтальная камера в каплевидном вырезе, датчики и динамик. Сердцем Blackview A52 является бюджетный восьмиядерный процессор Spreadtrum SC9863A. Сам процессор, да и телефон в целом далеко не игровой. Но все же при большом желании можно на минималках поиграть в такие современные игры, как World of Tanks Blitz, либо PUBG Mobile Lite. Эти игры будут запускаться, эти игры практически не будут глючить. Так что при большом желании в эти игры можно поиграть. Но опять-таки это не игровой телефон. Смартфон поддерживает 4G-сети, 2 ГБ оперативки на борту и 32 ГБ встроенной памяти. Но так же, как и у предыдущих моделей Blackview, здесь есть виртуальное расширение памяти. Оперативной памяти за счет постоянной, но только на 1 ГБ. Но опять-таки эти все расширения оперативки, по моему мнению, это больше маркетинг. И на свою оперативку смартфон Blackview A52 работает в принципе очень даже неплохо. Внутри установлена батарейка на 5180 мАч. Заряда хватает в среднем на 2 дня, но не забывайте, что у каждого запросы по телефону разные. И возможно кому-то хватит даже на больше времени, кому-то на меньше времени. Это уже зависит от конкретного человека. К примеру, за час просмотра YouTube на 50% яркости от сети Wi-Fi у телефона уходит 9% зарядки. В Antutu бенчмарке Blackview A52 набирает 96109 баллов. С навигацией у телефона дела обстоят в принципе неплохо. Очень хорошо ловит GPS связь, особенно на улице. В квартире сейчас конечно результаты не такие далеко как на улице, но на открытом воздухе результаты прям хорошие. По сенсорам и датчикам, как и ожидалось от супер бюджетника, есть вот только все самое-самое-самое необходимое. Акцелерометр, освещение, приближение, все. За софт Blackview A52 отвечает 12-й Android Go Edition. Но Android здесь не голый, потому что у всех смартфонов Blackview есть своя оболочка, которая называется DockOS. Здесь тоже она присутствует, DockOS 3.0. Оптимизация системы хорошая, даже сказал отличная, насколько это возможно с такими характеристиками. Естественно на телефоне будут лаги, но не критичные. Не забывайте про ценник и начинку. Blackview A52 отличает от супер бюджетников то, что здесь все-таки оставили сканер отпечатков пальцев. Потому что на других супер бюджетниках с таким ценником все сканеры почему-то убирают. Я не думаю, что они стоят дорого, но тем не менее их оттуда убирают. И работает он кстати неплохо. Я прикладываю палец и телефон разблокировался. Также здесь есть разблокировка по лицу. Основная камера здесь одна, несмотря на два объектива. Но я думаю вы об этом и сами догадывались. На 13 мегапикселей основная камера, фронталка на 5 мегапикселей. Качество фотографий у Blackview A52 в принципе такое, как и его цена. На свою цену нормальное качество. На 70-75 баксов качество то, что надо. Если брать цену выше, то уже есть большие вопросы. Главное не нужно ждать от камеры и от телефона в целом чего-то сверхъестественного. Это супер бюджетник на супер бюджетном процессоре. Поэтому с такими характеристиками и такой ценой хейтить телефон будет тоже неразумным. А вернее хейтить телефон именно в тех аспектах, для которых он не создавался изначально. То есть глупо будет говорить, что телефон плохой, потому что на нем не идут какие-то современные игры. Глупо будет говорить, что телефон плохо фотографирует. Потому что на каждую цену есть свой покупатель, на каждый смартфон есть свой покупатель. И у каждого покупателя разные потребности. В видео, кстати, основная камера пишет Full HD разрешение при 30 фпс. Но опять-таки к качеству есть вопросики. Как всегда в конце этого ролика будут примеры фото и видео, сделанные на этот смартфон Blackview A52. Что хотелось бы сказать, подводя итоги. В целом, если есть возможность брать такой телефон где-то баксов за 70, его можно брать. Если выше, сомневаюсь, потому что там уже новая другая конкуренция с более высокими характеристиками. Blackview A52 это современный дизайн, это последний 12 андроид. Хорошая батарея, есть 4G сеть и неплохой экран, опять-таки как для супербюджетников. Для бабушек, дедушек, для родителей самое то. Потому что для них в основном смартфоны существуют для того, чтобы позвонить, что-то прочитать в гугле и отправить открытку в вайбере. Ну и по видеосвязи с родственниками тоже можно иногда на праздники пообщаться. Плюс, как вариант, ребенку в первый класс тоже сойдет. У всех есть свой бюджет и не все могут позволить себе что-то подороже. В комментариях напишите ваше мнение по поводу этого телефона, для кого или для чего он бы пригодился. Не забывайте ставить лайк, не забывайте нажимать на колокольчик и подписываться на канал. Это очень важно для активности. Меня зовут Сергей Пономаренко, это канал Медуза Чай на Гаджет. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok